Друзья, находимся в городе Фримонте. Зашли в гости к Гарику Прорабу. Видите, у нее тут такое русское жилье. Тут вот предупреждение тем, кто понимает по-русски, что те, кто не понимает, могут пострадать. Вот тут говорят медведи у нее за забором. Вот и парковка. Вы видите наш иммигрантовоз. И тут вот написано, что перевожу для тех, кто не знает, что парковка только для русских остальных отсюда оттащат. Ну это шутка. Гарик увлекается копчением осетров. Ну не только осетров, вообще рыбки. И вот мы к нему пришли, а он еще и кошатник. У них три кота живет. Вы знаете, рыжий, хороший такой социальный кот общительный. И вот мы приехали к нему взять у него осетра. Видите, он закоптил осетра. И вот свет пахнет осетр-то. Пока еще не знаю. Ну потом посмотрим. А вот, друзья, и тот самый... Новогодний осетр. Новогодний осетр, да. Он еще не новогодний, а у нас сегодня крисмаска. Да, мы пойдем в гости сегодня и возьмем с собой вот этого осетра. Пахнет изумительно. Изумительно. Мы будем его еще всю неделю есть. Да ты что? Ну да. Так, Света, скажи, ты в эксайтменте, Света? Я в эксайтменте, но вопрос в том, что я не знаю еще, как он будет резаться. Да. Потому что, когда я сама копчу осетра, он мне никогда хорошо не режется. Да ты что? Это проблема. Но тебя инструктировали, да? Я слышал разговор. Инструктировали. Тебе объясняли, как это надо делать. Сначала разрежем его просто на два куска. Так. Ой, нет, он уже распадается. Распадается. Ну, ладно, друзья, что вам смотреть, как его режут? Вот именно. Да, значит, вот посмотрели, я могу сказать, что пахнет он очень здорово. А все остальное потом.